Новый виток развития дистанционной адукации. У Гомеля подвели выники конкурса по створению сучасных методик онлайн-аддукации. У ему дельничали педагоги из всей области. Для переможцев подрыхтовали грамоты, кветки и грошовые призы. За третье место 400 рублей, за другое 600, за первая переможная 1000. Об умовах конкурса и переможцах репортаж Марины Северяновой. Все переможцы, дороже, из райцентров. Третье место с работы навучания детей сучасной техницы худкого малюнка заняла наставник выявленного мастерства Ветковской средней школы номер один Мария Худякова. На другом месте наставник початковых классов 14-й Мазирской школы Людмила Винокурова с работой формирования креативного мыслення. Перемогла программа под названием «Веселые гульни» с унимайкой, запаминайкой, воображулькой и пачамучкой директора и одночасового наставника-дефектолога Давыдовской средней школы Светлогорского района Светлана Маркевич. Создав такую маленькую авторскую группу, мы решили себя в этом попробовать. Сделали, поскольку в положении предлагалось сделать несколько уроков, мы попробовали себя в этом. Нам этого показалось мало. Мы сделали целый цикл уроков по развитию памяти, мышления, речи. И отправили несколько уроков на конкурс. И, конечно, мы ожидали победы. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но на первое место мы не рассчитывали, потому что это был первый опыт. И мы, наверное, себя даже зауважали, что все-таки достойный был материал, который занял почетное первое место. С пропановой провести конкурс по створению сучасных методик онлайн-эдукации у Галинового управления звернулися керавництва Технопарка и один из его резидентов – компания «КидсКей». Это было на початку червеня. Пропанова была безоговорочно принята и одобрена. Тема развития дистанционной эдукации для этой сферы – одна из актуальных. До конца лепеня самые активные педагоги региона працавали над проектами. Увы, конкурсная комиссия Гомельский институт развития эдукации и компания «КидсКей» отримала 46 работ, из которых одобрала три лепшие. Онлайн-программы необходимо было распрацовать для детей во взрослые от 5 до 12 годов. Инициатива появилась по той причине, что хочется найти талантливых педагогов, талантливых методистов, которые готовы создавать интересное дополнительное образование для детей. Что касается нашего сотрудничества, то, конечно же, мы будем знакомиться дополнительно со всеми педагогами, которые прислали свои работы. И будем искать варианты для того, чтобы создавать те программы, которые они изначально уже запланировали и прислали нам. Работы переможцев будут выкористовываться не только в своих установах. После невеликой шлифовки специалистами, ины станут доступны каждому, кто затекал на развитие эдукации в виртуальной просторы.